Почему могут начать появляться морщины? Почему могут начать болеть суставы? В этом может быть виноват дефицит коллагена. Сегодня я приехала в магазин, чтобы разобраться в этой теме. Здесь я узнаю, как коллаген влияет на наше сердце, в каком виде он лучше всего усваивается и в каких продуктах он содержится. Но это еще не все. Мы узнаем, в каких продуктах есть особые микроэлементы, которые помогают коллагену вырабатываться самим организмом. На все эти вопросы мне ответит эксперт. Марина Макиша, врач-диетолог, Национальная ассоциация диетологов-нутрицологов. Марин, привет! Привет! Ну, каждая женщина знает, что коллаген – это что-то про нашу молодость. Давай мы с тобой сразу поговорим, для чего нам нужен коллаген, где его найти, в каких продуктах, и, возможно, что поможет еще больше синтезировать свой собственный коллаген. С чего начнем? Ну, в первую очередь напомним о том, что коллаген является главным белком соединительной ткани, и это, по сути, главный структурный белок нашего тела, который создает такой определенный каркас, и практически во всех органах, тканях присутствует в какой-то форме коллаген. То есть вот когда мы говорим про кожу, про молодость кожи, то коллаген – это то, что создает структуру и делает кожу более эластичной. Да, да, да. То есть это такие вот специальные волокна, которые формируют именно каркас, и, соответственно, если они эластичные, то и кожа у нас эластичная, упругая, подтянутая. Если волокна коллагена становятся жесткими в процессе возрастных изменений, в процессе воздействия на коллаген различных негативных процессов, в частности, гликации, те же самые свободные радикалы могут его повреждать, то он становится жесткий, неэластичный. И мы тогда наблюдаем на лице появление морщин, провисание кожи, определенные заломы, да. Поэтому нам, конечно, очень важно обеспечивать нормальный биосинтез коллагена в организме, который, к сожалению, после 30 лет, немножечко активность его начинает снижаться, но, тем не менее, он идёт, и нам нужно обеспечить организм теми белками, из которых создаётся коллаген. Потому что коллаген – это такая молекула, которая состоит из разных аминокислот, таких структурных блоков. И вот для производства коллагена, конечно же, в первую очередь нам нужен белок. Так, белок, то есть мы будем брать мясо? Ну, и мясо, и рыба, и кисломолочные продукты будут нам полезны. Тем не менее, я предлагаю обратить внимание на холодец. Почему? Потому что как раз холодец готовят из тех частей туши, которые содержат много либо хрящей, либо связок, либо каких-то суставных поверхностей. Ну, как это, костный бульон. Да, 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 да. И вот это желе, которое образуется в результате, да, это как раз говорит о том, что в составе продукта много аминокислот и белковых молекул, которые необходимы для производства коллагена. Плюс ко всему, вот в такой форме, уже приготовленной, да, белок будет лучше усваиваться. Марин, помимо вот холодца, где еще, в каких продуктах содержатся эти белки, которые помогут нам молодеть? Смотри, мы возьмем с тобой яйца, потому что в них есть аминокислота лизин. Вот как раз она очень важна для биосинтеза коллагена. И плюс ко всему, там есть еще и другие белки, которые тоже будут нам полезны. Поэтому два яйца в день – это такая хорошая практика для поддержания молодости кожи и не только. Напомню, что коллаген входит также в состав хрящей, суставов, да, и это очень важно для профилактики возрастных заболеваний, связанных с поражением суставов. Ну и, конечно, тем людям, которые ведут активный образ жизни, периодически могут упасть с какого-нибудь самоката или велосипеда. Им тоже нужны… Мои подруги. Да, прочные-прочные хрящи, да, и вот как раз для укрепления хрящей яйца нам будут очень полезны. Еще что? Ну, я думаю, что помимо молодости кожи, многие женщины хотят еще иметь хорошие волосы и ногти. Конечно. Это тоже такой признак красоты. И вот коллаген как раз входит в состав и волос, и ногтей. Для того, чтобы вот как раз ногти были прочными, чтобы они не ломались, нам нужен не только белок, нам нужен еще цинк. Потому что именно его присутствие будет помогать выработке коллагена и формированию вот как раз такой плотной ногтевой пластины, которая, с одной стороны, будет плотной, а вместе с тем еще и эластичная. То есть это не просто так, поели холодца и ждите сразу же эффекта. Нужно всегда это поддерживать и помогать коллагену задерживаться как-то, видимо, в организме. Правильно? Ну, по крайней мере, образовывают те соединения, которые, ну, нужны нашему организму. И вот в ногтях очень важно, чтобы коллаген приходил к нам вместе с цинком. А что мы возьмем с цинком? Ну, ты знаешь, цинк содержится, вот, например, в орехах различных. Лидером по содержанию является кедровый орех. Цинк содержится также в мясных продуктах, например, индейка, куриная грудка. Тоже содержит достаточное количество цинка. Ну и различные цельнозерновые крупы, например, если не крупы, то отруби, тоже будет содержать достаточно много цинка. То есть выбор огромный на самом деле. Так, ну и давай зафиналим у нас продукты для нашей красоты, молодости и здоровья. Что мы возьмем? Нам нужны еще витамины для того, чтобы биосинтез коллагена протекал активно. И важнейшим в этом отношении является витамин С. Потому что если витамина С в организме не хватает, то коллаген нормально вырабатываться не может. И очень часто бывает проблема, что вроде бы и белки есть, и микроэлементы. А вот витамина С мало, и кожа начинает как-то увядать. Из витамина С, как уже я, наученная этой программой, это у нас что-то вроде бы перца. Да, болгарский перец содержит почти 200% отсуточной нормы в 100 граммах. То есть если вы даже съедите один такой болгарский перец в течение дня, вы 100% обеспечите себя нормой витамина С. Различная зелень. Вот из зелени петрушка такой самый рекордсмен по витамину С. Но вот особенно в летнее время я всегда рекомендую добавлять зелень в салаты, потому что там витамина С очень много. Марин, спасибо тебе огромное за консультацию. За коровья. Будьте стройными, красивыми и всегда молодыми. Конечно же, здоровыми. Пока-пока.